Кстати, немного еще, это как бы вплетается в это. Люди, которые не играют, а работают. И у них почти один к одному с нашим, а это работают баптисты. Этот директор библейского общества приезжал к нам, и мы два раза поучаствовали в этом сборе денег, ну, это не 2 рубля, а больше 100 тысяч собрали, на издание перевод Библии на горно-алтайский язык. И как-то они работают, и там компьютеров не было. И он к нам приезжал, у меня даже снимки есть в книгах. К слову сказать, в книгах моих 2800, кажется, 23 снимка. Только на днях пересчитали. 2800, еще раз пересчет сделали по калькулятору. Это только в книгах. Так, пожалуйста, прочитай погромче. Очень важно для нас. Закончилась наша двухнедельная поездка по труднодоступным сибирским деревням. То есть они не один день, а как выехали из села в село, шли, пока домой не вернулись за неделю. Прежде всего, хочу посоветовать всем, у кого есть какие-то связи с селом, побывайте там, потому что, скорее всего, лет через 15 деревень не останется. Ох, какие слова пишут. Если кто не знает, за 10 лет 15 тысяч сел в России исчезло. 15 тысяч сел. И выступала, она мне, может быть, и не симпатичная эта женщина, Нина Данилова, депутат от КПРФ в Алтайском законодательном собрании. И она сказала, как мы должны заботиться о малых селах, даже один дом сохранить. Если один человек даже живет, это территория наша. Если никого нет, мы территорию теряем, территория потеряна. Вот корабль в море. Корабль несет по волнам. Первым делом нужно узнать, есть ли кто там, если даже есть собака. И тогда нужно определить, какому государству принадлежит. Никого нет, но тогда берут его на абордаж. На крюк повезли, это наш корабль мы нашли. Но если один человек без сознания, никто не имеет права присваивать корабль. Его вылечить, отдать государству, кому он принадлежит. Деревень этих не будет. Они исчезают. И мы, где бываем, мы это видим. Пустые дома, прям целыми улицами. В реальности все оказалось хуже, чем мы могли ожидать. Но обо всем по порядку. Последние 3-4 месяца мы набирали команду для поездки на небольшом самоходном судне по Аби, чтобы в дальних деревнях оставить Евангелие и засвидетельствовать о спасителе и спасении. Предполагалось, что наберется группа из 6-7 человек, но в итоге нас было двое. Понятно. Мы как у нас. Мы не можем набрать, кого ехать. Стоим. Кто поедет, кто поедет. Прямо как будто про нас написано. Такая же история с командой корабля. Кока найти не удалось. Поварно. Мы отправились в путь вчетвером. Два евангелиста, капитан и его помощник. Назино, Новонекольское, Лукашин-Яр, Казальцево, Прохоркино и другие деревни и деревушки Томской области стали для нас болезненно родными и близкими после нашего недолгого там пребывания. Как принимали Евангелие? В основном с удивленной радостью и трепетом. В каждой деревне мы встречали женщин, работающих в огородах. И когда дарили им книги, они долго и старательно вытирали руки о фартук или фуфайку, прежде чем их взять. Вот здесь я заходил сколько, ну как палочка какая-то ко двери. И у одной женщины положок натянут, их положку, я в огороде, надпись. Я гляжу, огород большой, она в конце, я не пошел, я вытащил Евангелие. Я бы мог написать, и Христос пришел к вам, но писать некуда. Подоткнула его рядом, вот она придет, как она удивится. Нас точно так же встречают. Да где вы были, да почему вас долго не было, как будто мы где-то были знакомы и потерялись. Идут какие-то братья йоговы со всех сторон, каждый день. Почему православных нигде нет? И мы когда приходим, люди точно так же, да наконец-то, да проходите вперед. Там стараются угостить чем-то, то ягоды, то за стол сажают. Народ ждет нас. Мы сталкивались и с наивным недоверием со стороны селян. А книги у вас не заговоренные? А вы не из секты? Они как раз секты. Они не сказали, что они православные. Он хороший человек, этот Алексей Владимирович Булатов. Сомнения легко и просто рассеивались во время недолгой беседы, после которой смущенные люди благодарили нас и предлагали подарки. Домашнюю сметану, молоко, копченую рыбу. У меня один мужчина, да что у тебя за костюм такой? У меня сейчас, подожди маленько, я сейчас вынесу, у меня такой костюм хороший. Еще костюм наш отдает. В первой деревне парень, узнав, что мы приехали из Новосибирска, расстояние около 600-700 километров, пообещал мне, придется прочитать вашу книгу, уж сильно издалека вы ее везли. Из уважения к расстоянию. И после этого уже мы старались взять слово, что книга не будет лежать на полке. Чаще всего отказывались от книг мужики. Нам выживать надо, некогда мне ваши книги читать. Так они говорили. Если в деревне была школа или детский сад, мы оставляли там комплект книг, которые педагоги смогут использовать в своей работе. Комплект книг, понимаешь? Даже это у нас сходится. Книги «Сделай сам», «Библия маленького исследователя», «Популярная библейская энциклопедия», «365 загадок и головоломок», «Всего 14 книг». 14, у нас 38, и, конечно, с этим не сравниваешь. Что объединяет те 13 деревень, в которых мы побывали? 13. Не очень радостные вещи. Первое. В магазинах 30% витрин занимают продукты, 30% нехитрых хостовары, а остальное – водка. 40% водка. Да вообще везде такое. Второе. В каждой деревне мы услышали от ее жителей. Раньше у нас здесь было, потом варианты. лес, промхоз, клуб, детский сад, покос, деревообрабатывающий комбинат, школа, колхоз, почта, пилорама, музей, мост через речку, заготовительная база, библиотека, магазин. А сейчас – нет. Не живем, а выживаем. В некоторых деревнях уже отрезали электричество. Третье. Это перечисляется не очень радостные вещи. Третье. Огромное количество пустующих домов. Домов, пригодных для жилья. Мы посетили деревню, в которой когда-то проживало более 600 человек, а осталось всего 33. У каждого из них теперь есть свое Евангелие. Конечно, у каждого села свое и очень запоминающееся лицо. Так, в деревне Вертикос есть своя Рублевка, то есть асфальтированная дорога с хорошими типовыми домами. В деревне Прохоркино на берегу нас встретила компания пьяненьких мужичков. Одному из них очень хотелось подраться. Он заявил нам, что он пограниц и продолжает четвертый день отмечать этот день пограничника. И поэтому граница его деревни закрыта для всех приезжих. Мы кое-как уговорили его не скандалить с нашей малочисленной командой. В Усть-Тыне мы уже поняли, что книг у нас не хватит на все деревни. И именно здесь я, спускаясь с трапа, упал, и вместе со мной упали в воду коробки с книгами. С трапа свалился в воду. Высушив их на солнце, мы смогли их распространить в следующих деревнях. В Новонекольское мы подошли одновременно с плавмагазином. И я впервые побывал в таком передвижном супермаркете, где можно было купить все, от мебели и оружия до пряников и мороженого. В деревне Нарым отбывал ссылку в кавычках.